я не спала почти два дня чуть меньше полтора дня точно кое-как в автобусе поспала я просто собственно хочу показать понимаете как меня встретила моя новая страна понимаете просто с корявой тележкой с какой-то вот такой вот грязностью повсюду сейчас дядька мне запретит снимать все не снимаю не снимаю нормально да и у меня сил нет я уже злая на всех и на все а я даже еще гостиницу не забронировала здесь два ночи на реальное все я в таком матозе страшном от этой тележки от всего под таким наклоном иду куда иду неизвестно что происходит посмотрите на моих товарищей это невозможно ну что это кое-как просто сумасшедшими приключениями добралась до храма потеряв примерно 40 минут своей жизни на то что меня завезли никуда нормально катманду конечно это вообще я не могу вспомнить ни одной столицы которая бы меня так поразило в отрицательном моменте что ж широкий угол у меня по-прежнему не работает но вот как-то так блин печаль блин я не могу поверить своим глазам что я вижу перед собой я думала это так и останется на картинках думала далай-лама пошел так мужик на него похож ладно я тут не это самое не в междометиях хотела вас окунуть все-таки в красоту мне кстати буклет дали сейчас почитаю что там пишут ну что это значит вот ступа та самая в которой бы бояга летала у нас наверное я не знаю другое есть еще какое-то название но вот официальная ступа здесь значит что единственное что я поняла я что захотела прочесть пять элементов которые конечно же символизируют огонь и воду медных труб там не было воздух землю и что-то еще а вот собственно как бы в чем прикол то ну в том что как бы реновации тут конечно же тоже производились вот когда вот это построено было я не знаю она занимает все что-то очень много квадратных метров она занимает и находится в 7 и 3 километрах от главной площади катманду короче буклетик так себе то есть они там расписали столько всего причем таким за умным английским что я даже не знаю кто им владеет тут в этих краях они тут ходят вот вертушки какие-то прокручивает мне кажется там наверно какие-то молитвы написаны вот так вот идут и крутят вертушки вот видите вот тут рынок я уже на рынок зашла штанишки себе присматриваю она как бы нормально я вроде как храм приехала все шапку такую хочу чтобы все знали что я в неправе побывала а мне вот прям нравится то что окружает этот храм вот так вот же можно подумать что я какой-нибудь и не знаю праги варшаве нахожусь но пусть будет там где-то да не могу не могу я уже забыла что такое европа поэтому могу могу и соврать блин такие запахи тут странные все такое непонятное короче прям вот чувствуется знаете другая культура все другое несмотря на то что я уже тут с утра на мопеде как вьетнаме гоняла гоняю все равно прям такая другая атмосфера объяснить это невозможно как то как как вот что создается такого удивительного в этой жизни что просто пересечь границу и ты уже в какой-то другой атмосферной зоне а а а а а а а а а Мне кажется, это тот же самый храм, как в Барбадуре на Яве. О, какая картина! КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот и все, как бы чистый расчет на отсутствие мозгов И даже я растерялась и подумала, что это нормально А потом меня снова вернули на эту землю и сказали плати за глупости И, кстати, здесь круглосуточно открыто все Так что, если вы прилетели ночью и вам нечем заняться Приходите, проведите здесь время, встретите рассвет Говорю вам, я сама плачу от того, что я об этом не додумалась Представляете? Борис Субтитры делал DimaTorzok